Воину-интернационалисту, председателю Сиповицкой районной организации воинов-интернационалистов, Корпану Юрию Петровичу. Дорогие друзья, здесь уже столько было сказано. Вы знаете, страна, которую собирали по крупицам, наши государи, наши князья великие, а развалить просто невозможно, потому что мы корнями связаны с Украиной, Белоруссией, с Россией, с Таджикистаном, с Узбекистаном. Но посмотрите, у нас вот здесь сейчас стоят люди, неизвестно откуда они приехали. Одни с Таджикистана приехали, другие с Туркмени. Я вообще с Курильских островов сюда прибыл, и для меня это была одна великая единая страна. Дети, которые вот сейчас выросли, они из-под воль все-таки живут-то по нашим принципам, по принципам социализма. Вот как бы ни относились многие к той политике, которая у нас сейчас в государстве, я скажу, что Александр Григорьевич, он мудрый человек, он понял, что нельзя ломать те устои, которые были. Поэтому в основном вся национальная политика, вся идеологическая работа, она жиждется на как раз принципах социализма и коммунизма. Потому что люди выросли на этих принципах. Вот приведу самый простой пример. Мы были в Афганистане, нас все называли Шурави. Шурави от слова Шура, Совет. Афганскцы пытались жить по тем канонам, которые были у нас в Советском Союзе. Может быть, у них получилось бы, если бы не предательство наших вышестоящих партийцев. Поэтому идеалы России, идеалы Белоруссии, которые получила благодаря Великой Октябрьской социалистической революции свою государственность, они будут жить. Вы возьмите Финляндию. В Финляндии ни у кого капиталистическое государство, ни у кого даже рука не поднялась на памятники Ленина. Потому что они благодарны ему за то, что советская власть первым своим декретом позволила им жить самостоятельно. Даже больше. Ну, у кого-то память короткая, у кого-то она длинная и благодарная. Поэтому каждый относится к этому по-своему. Я считаю, что Октябрьская революция – это самое передовое, что может быть. И даже вот смотря последнее выступление на встрече коммунистов, которое организовано было в Российской Федерации, в Зюганово, американец сказал, капитализм себя изжил. Вы посмотрите, только благодаря Трампу мы каждое утро просыпаемся с жуткой мыслью, а не началась ли война. Потому что империализм всегда есть, был и будет по ленинскому определению. Поэтому слава Великому Октябрю, слава нам, тем, кто помнит об этом празднике и хранит его в сердце. Уважаемые товарищи, кто еще желает выступить?